Всем привет, я Катя и сегодня я вам покажу полочки из магазина Ikea. Надеюсь, вам будет интересно и также смотрите видео до конца, потому что в конце видео уже по традиции я делюсь своими маленькими покупками с этого магазина. Приятного просмотра! Я в Ikea была всего один раз и я уже не помню как там что. Прям даже какое-то волнение есть. Вот уже вход в Ikea и заходим. Первое, что я вижу, это знаменитые акулы Ikea. Я так хочу эту акулу, они невероятно мягкие, они большие. Да, они стоят, конечно, 1500, но все-таки они кайфовые, согласитесь. Это прям то, что нужно. Супер! Здесь я увидела еще такие крышки. 100 рублей они стоят. И далее еще такое разнообразие крышек. Не знаю для чего, но, наверное, они нужны кому-то. Здесь есть диспенсеры для чего-либо. Они пластиковые, но смотрятся симпатично. Вот это прям тема к Дню Святого Валентина. 99 рублей стоит. Это подставка для салфеток, салфетницы. Миленькие. И смотрите, какая новинка. Написано что-то новинка. Вот такая бирюза. Красивый набор посуды. Здесь и различные тарелки, кружки есть. Вот еще тоже в одной гамме розовый. Может быть у кого-то розовая кухня или вся розовая посуда. Вот в Икея просто огромное разнообразие всего розового. Посмотрите, какая красота. Далее идет серая гамма. Такая светло-серая. На камере может показаться, что белая. Но нет, все-таки это серый цвет. Есть темно-серый. Мое сердце покорило именно черный. Вот такой набор черной кружки, тарелки. Если у кого белая кухня, мне кажется, на контрасте вообще идеально. Вот такая доска есть можно на кухню поставить. И двухуровневая полочка. Очень здорово разгружает место. Здесь мы видим уже различные подушки для стульев. Они есть разных диаметров, если это круглые. Есть квадратные, есть мягкие. Здесь я вот такую смотрю. Она обычно никак не крепится. Просто ложится на стул или табурет. И они довольно мягкие, удобные. Тут еще красная есть. А это квадратные, которые конкретно прям привязываются к стульям. Стоит 249 рублей. Есть еще черная такая подушка. Прикольная. Ну, здесь просто невероятное их множество. Здесь показано, как они смотрятся прям на стульях. Мне кажется, прикольные выставочные образцы. Прям что-то в этом есть. Безумно много выбора на разные цвета. Обратите внимание, все разложено именно по цветам конкретно. Здесь мы уже перешли в отдел подушек. Подушки, на которых можно спать. Или подушки для декора. Тоже безумно множество различных цветов. И такой красивый есть. Бирюзовый, мятный цвет. Наволочка 50 на 50. 200 рублей стоит. Очень все здорово. Реально разложено. Все по цветам. То есть вы можете сразу прийти к тому нужному вам цвету. Посмотреть на него. Выбрать нужный оттенок. И больше не париться. Все прям разложено. Посмотрите, идеальный порядок. Обожаю такие магазины. Прям радуюсь, когда вижу его. Когда все по порядку. Здесь такой милый уголок с динозаврами. Это мягкие игрушки. И они здесь так вот встроены все. Тут еще типа папоротник. Такой цветок красивый. Короче, вообще супер, как выглядит этот уголок. Меня прям порадовал. Стульчик, креслица такая хорошенькая. Стоит 10 999 рублей. Окей. И здесь уже пледики. Написано, что это тоже новинка. 1699 рублей стоит. Он такой вязкий, интересный. Серого такого оттенка. Очень мягкий. Тепленький, мне кажется. Есть еще такой какой-то пудрово-розовый. Даже как-то бежево-розовый. Вот так вот они в рулончиках продаются. Милые пледики. Еще есть вот такой вот плед. Он как плюшевый. Прикольный такой. Но знаете, мне кажется, можно на самом деле его подешевле найти. И вот такой плед уже более стильный. Он двухсторонний. Можно такой белый цвет сделать, темный цвет сделать. И они еще идут в чехлах. Здорово. А это уже простыни на резинке. Здесь есть выставочные образцы, как она смотрится, какая там резинка. Вот такая есть белая с цветочками. Она стоит 1199, а обычная 899. Размеры, я не знаю, разные или нет. Так, здесь размер 160 на 200, на 26. И походу он везде такой. Да, здесь вот у которой с цветочками везде такой размер. У белых размер 180 на 200, на 26. Это подушки. Они такие небольшие. Без карты они стоят 799 рублей. Они могут использоваться именно как декоративные. Они мягкие, они прикольные. Ну, может быть, кому-то удобно и спать на таких. Вот так вот они запакованы все. И здесь на подушку кто-то оставил собачку, хаски. Такая милая игрушка. Здесь мы переходим уже в ванную комнату. Классная подставка для туалетной бумаги. Стильненько выглядит. Ну, здесь уже целое разнообразие полотенец. Опять же, посмотрите, все по цветам. Все той гаммы, которую вы ищете, можете сразу найти. Все здесь на виду. Это различные коврики для ванной комнаты. Но они внизу почему-то не прорезинены. То есть, есть вероятность, что они будут кататься. Мне вот это в них не очень понравилось. А так, как они смотрятся, в общем-то, интересно. Вот это вообще на полотенце похоже. Вот это более такой мягкий. И здесь как раз есть подкладка такая антискользящая. Она стоит 999 рублей. Это просто шкуры. Они не настоящие. Это искусственный мех. Я думала, что она будет мягче. Но она как-то такая, жестковатенькая слегка. И разнообразие различных ковров. Просто покажу вам общий вид. Потому что все отдельности рассмотреть невозможно. Это уже отдел со светом. Посмотрите, какие здесь объемы, размахы. Невероятно красиво. Вот прикольный такой светильник есть. Стоит 2,299. Мне кажется, там для детской комнаты. Да и в принципе прикольно. Он такой с рожками как будто. Вот такой красивый светильник 499 рублей. Это именно светильник. Там была, видимо, лампа, скорее всего, рабочая. А это на тумбочку, например, поставить. Мне прям очень понравилось. И вот эти штуки прям будто бы огонь в шаре. Красиво смотрится. Ну, лично мне очень нравится вот такой дизайн. Здесь везде красота. Поэтому слово красота вы услышите неоднократно. Посмотрите, какие цветы. Они как будто настоящие. Они невероятно реалистично сделаны. Посмотрите на лепестки. Они даже фактурные. Будто это настоящий цветок. Вот тоже смотрите, какая интересная композиция из листиков. Тоже смотрится, будто это настоящие растения. Я просто вообще в восторге от них. Стоят вот эти 429 рублей. И вот так они выглядят в собранном виде. Вот такая небольшая композиция. Очень мило и стильно смотрится. И снова светительные приборы. Это уже люстры. Мне кажется, такие вот длинные надбарные стойки будут вообще шикарно. Но это уже целый отдел для упаковки. И просто различные коробки на любой вкус, на любой цвет, на любую стоимость. Есть вот такая детская коробка с котиками, которых можно самостоятельно раскрасить. И будет просто невероятная индивидуальная коробка. 69 рублей она стоит. Вот так вот они продаются. Вы можете их собрать. И будет полноценная коробка, которую потом можно еще раскрасить как захочется. Мне кажется, для детей прям идеально. Здесь же рядом лежат вот такие фломастеры. А вот здесь они показаны, как они рисуют. Прикольно все сделано. И еще коробки. Различных цветов, опять же. Так что под любой стиль, я думаю, вы найдете здесь коробку для хранения. Здесь есть вот такой стеллаж, на котором стоят коробки уже тканевые. В том числе и они могут использоваться как лежанка для котика. Но вот это просто коробка, в которой что-то можно хранить. А вот эта, которая с круглым отверстием, это уже для кошечки. Сам комод этот стеллаж стоит 2999. Это снова небольшой декор. Такие красивые цветы. Как они красиво смотрятся в жизни и на камере. И здесь же еще есть сухоцветы для дизайна. Кто, если увлекается таким делом, то посмотрите, как это красиво смотрится. Опять же, выставочные образцы просто шикарны. И мой рай. Наконец-то я дошла до свечей. Свечи, подсвечники, все, что душе угодно. Все здесь можете найти. Икея вообще же славится своими свечами. Я давно хотела себе свечу именно из Икеи. Посмотрите, какая огромная свеча. Мне кажется, ее хватит на всю жизнь. Просто гигантская. Но она не ароматизированная. Выбор просто гигантский. Вот это уже ароматизированная свеча. Очень приятно пахнет ягодками. Такой свежий аромат. А эта манговая. Тоже безумно вкусно пахнет. 169 рублей. Просто супер. И есть свеча с черным перцем. Черная свеча с черным перцем. Пахнет, так знаете, на любителя. Ну, запах не особо выраженный. Он такой странненький он. Какие-то двуслойные свечи. Они уже идут побольше. Вот такая еще двухслойная. Пахнет очень вкусно. Какая-то ягода и мята будто бы. Вот здесь уже чайные свечи наборчик. Безумно вкусно пахнет. Вообще в этом отделе безумно вкусно пахнет. Потому что свечи отдают свой запах. А вот самый черный перец. И снова мы переходим к цветам. Это уже искусственные цветочки. Но смотрятся они, вот посмотрите, очень красиво. Будто настоящие лепестки. И немножечко покажу вам выставочных образцов. То есть это уже примеры конкретных комнат. Вот я зашла в комнату. Здесь мы видим с вами специальную стойку для игры для кошек. И здесь уже обеденная зона. Кухня. Вот такая красивая люстра над столом. Безумно все красиво, стильно. Светлая кухня. Это прям моя мечта. Очень красиво. На противоположной стороне здесь такой светлый диван. Небольшой столик, кресло. У окна стоит вот такой вот стол с цветами. Безумно красиво. Кухню поближе вам покажу. Очень стильно оформлено. И с левой стороны есть такая небольшая ниша. Справа здесь идет вот такой стеллаж, где всякая мелочь хранится. Здесь под окном такие красивые цветы. И с другой стороны тоже места для хранения. Красиво все очень оформлено. Это ванная комната в таких темных цветах. Все идеально друг с другом сочетается. Но, конечно, такие цвета темные на любителя. Но вот мне нравится прям очень стильно. Супер. Даже крышка унитаза черная. Вообще огонь. Это вот такая тоже гостиная. Смотрите, как все подобрано. Идеально. Просто слов нет. Здесь просто выставлена мебель, которая есть в Икее. Различные диваны, кресла-качалки. Это просто моя отдельная любовь, моя мечта. И когда-нибудь она у меня точно появится. Огромный выбор всего, что только можно представить. Вот такие столики мне тоже интересуют. Я хочу что-то похожее поставить себе на балкон. Но как-то все до этого руки не доходят. А вообще столики очень милые. Тоже есть из чего выбрать. Различных цветов, различных форм, различного дизайна. Безумно круто. И снова комната. Это очередная кухня. Она уже угловая. Здесь тоже обеденная зона с прозрачными стульями. Круто смотрится, кстати. Вот такой красивый лаконичный серый диван. Здесь такой модуль идет под телевизорами, над телевизором. Куда можно сложить, наверное, все, что есть в квартире. И это будет все круто. А это уже спальня. Спальня тоже невероятно милая, уютная. И, честно, я бы не отказалась от такой спальни. Вот это особо моя любимая зона. Зеркало такое красивое с лампами. Причем эта зона занимает не особо много места. Ну и здесь такой огромный шкаф для вещей. И на обратной стороне здесь вот такая зона с фотографиями. Вот такой вариант еще. Видимо, это тоже гостиная. Здесь уже более такой какой-то деловой, что ли, какой-то стиль. И этот стол мне тоже понравился. Но цена на него кусается конкретно. Один только дополнительный модуль стоит 9 тысяч. Сам стол стоит 20 тысяч. Цена безумно кусается, но стол крутой. Икея просто грандиозный магазин. И снять его абсолютно весь, опять же, нереально. Потому что это просто невообразимое количество выбора. И игрушек, и текстиля, посуды, мебели, всего. Это просто мега-мега магазин. Ну и, конечно же, из моих покупок. Я в последнее время уже говорила многократно в своих видео, что я подсела конкретно на свечи. И я купила в Икея еще две свечи. И сразу хочу сказать, что это мои первые вообще свечи из Икеи. Первая, она вот такая вот зеленоватой баночки, стеклянной. Но на самом деле сама свеча белая, а это лишь стекло такое вот зеленоватое. Она пахнет очень странно. Очень такой, знаете, свежий аромат. Какой-то травянистый. Вот травянисто-свежий. Это прям вот идеальный аромат. И мне кажется, что эта свеча прям пахнет весной. Вот прям вот будто все расцветает. Вельдофт ароматизированная свеча 99 рублей. И еще одну свечу я приобрела. Это уже совершенно другой запах и другая немного линейка. Здесь уже просто такой минималистичный стакан. Он прозрачный, без всяких рисунков. И свеча здесь сама оранжевая. Она со вкусом манго. Это такой задорный, яркий аромат, от которого прям поднимается настроение. Я хотела, на самом деле, взять сначала одну какую-то свечу, но я не смогла выбрать. Они обе просто потрясающие. Это, к тому же, еще и бюджетно. Всего 69 рублей. И прям перед самой кассой я увидела чипсы производства Икеи, естественно. Здесь 50 грамм. Стоили они 69 рублей. Были они только с одним вкусом, по крайней мере, у кассы. Это вкус маринованных грибов. В общем, как по мне, эти чипсы полное разочарование. Потому что я как-то ожидала что-то более вкусное, на самом деле. Вот эта приправа, которой чипсы обсыпаны, очень похожа на приправу, которая используется в лапше быстрого приготовления. Типа Анаком, Александра и Софьева. Тут типа того. Взяли вот этот пакетик, просто насыпали на чипсы, и вот типа того. Вкуса грибов практически нет. То есть, он там на начале что-то есть, потом это все уходит. И на послевкусие остается вкус масла. Вот и все мои покупки. Всего лишь две свечи и чипсы, которые меня разочаровали. Ну да, ничего страшного. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. И до новых встреч. Пока-пока.